всем привет вот мы добрались уже аж до 20 дня игры виза революшн и у нас сегодня просто нонсенс у нас на сканере подсудимых сам мэр парижа который к тому же вот на нас кричит мошенник вы змея дантон не предавал меня это были вы он тоже так как вы могли мы же друзья конечно не будем тратить времени признаете все обвинения в измене и ваша дочь получит свободу вам впрочем того же исхода не могу обещать я напал на вас только потому что мне так сказали это несущественно вас будут судить также как любого другого убийцу меня казнят из-за вас из-за человека пообещавшего мне дружбу союз вас определенно выкинут из кабинета но вы выживете как и мари а вот если продолжите сопротивляться то оба лежите с головы вы за это заплатите клянусь возможно но вы заплатите первым суд начнется с минуты на минуту решайте поскорее времени на раздумие вас мало да вот он у нас мэр парижа прошу подсудил его подтвердить свои персональные данные меня зовут джан николя паш я исполняю должность мэра парижа вы обвинялись в шпионаже в пользу австрии вы это понимаете гражданин паш да я все понимаю мы совершенно спокойны необычно для кого-то в вашей ситуации я жду справедливого суда ну что ж посмотрим посмотрим две у нас бумажечки отчет ну и два варианта либо оправдать либо на плаху ладно начнем зачитывать составил фабрис поле подсудимый который предстанет перед нами это жан николя паш подозреваемый в измене и сговоре с вражескими властями он был арестован незамедлительно после письменных показаний беатрис корон дочери местного бондаря известный своими связями с бесстыжими мюскаденами девушка признала себя австрийской австрийской шпионкой и заявила что получала информацию напрямую от подсудимого эти сведения предположительно позволили ей разрушить обыденную жизнь парижан в обмен на раскрытие есть своего информа информанта информатора видимо из городского управления корон была изгнана из франции под угрозой смерти в случае неповиновения расследование проведенное мной при содействии прокурора тенвиля показывает что гражданин паш следовал приказам австрийских хозяев пресловутой корон она же занималась заставкой писем между двумя сторонами большинство его предположительных злодеяний не оставила улик но следствие уверенно насчет как минимум одного задержки сооружения моста революции враги стремились помешать строительству объекта который должен был объединить французов и стать символом революционного пламени заговорщики могли также надеяться испортить репутацию робеспьера вдохновителя и сторонника строительства заговор подтверждается письмами изъятыми из кабинета подсудимого при обыске все были подписаны буквой д и к сожалению нам не удалось выяснить личность таинственного от правителя мы отбросили напрашивающуюся версию о том что это дан тон поскольку всем известна его дружбе и политическом союзе с робеспьером для же н.п. но это понятно господа из гильдии каменщиков не желают слушать наших доводов и остановить работу над мостом придется убедить их силой действуй паш когда робеспьер сдаться ты получишь свои деньги уху ху 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 так что у нас тут есть в итоге сговор задержка сужения моста из порчи репутации робеспьера неизвестная буква d и письма понятно нас тут просто ловушечка есть нужно одну из них убрать дискредитация робеспьера символа французского единства вот этого не было ладно улики тайное послание улика улика припоны в строительстве моста обвинения нет дискредитации робеспьера обвинения ну ладно садить его русским властям обвинения да ухты кстати у нас ошибки так кончились все сложные сложные становится припоны строительстве моста значит неизвестный отправитель наверное улика есть дискредитация робеспьера остается только мотив а припонов строительство тоже только мотив ну ладно все равно смогли ой чувак единственное что мы сейчас можем сделать если не вести его плахи исключительно сказать чувак просто выметайся вот прям сейчас потому что все все его доведет туда ну что ж давайте для начала с отчета начнем подсудимый сознался в преступлении осознался ли в преступлении так ля-ля-ля расследование призывает гражданин паш по моему он не сознался нифига ладно его действия носили контрреволюционный характер да он с кем посудил мы делился конфиденциальной информации с биатрис корон и посудимый сознался в преступлении непонятно непонятно нет нет все отрицал насколько я помню ладно какие же у нас тут есть вопросы вы признаете сотрудничестве с иностранными властями в планах наших врагов было дискредитировать рыбеспьера вы осознаете сколько вреда вы причинили революции вы последовали приказу своих нанимателей и замедлили ход работ все приказы приходили к вам в виде писем и были ли вовлечены другие граждане в план по очернению рыбеспьера ну что ж что из этого может быть про букву д были вовлечены другие граждане в план по очернению рыбеспьера не знаю об этом мне не говорили но вы-то должны были слышать хоть что-то мне платили за измену они за то чтобы я послушал нанимателей хотя зная их я почти уверена что был запасной план опирающийся на другое важное лицо паскуда вы последовали приказу своих нанимателей и замедлили ход работ по строительству моста революции да я сделал все что в моих силах чтобы администраторы всех вовлеченных департаментов проводили строжайшие инспекции строительных работ и мост до сих пор не достроен после танки хлеб свинья изменник мне удалось чинить приветствия но к несчастью не удалось оставить его в тайне как у нас тут у нас тут нормально публика счастлива нормально все с публикой ладно вы осознаете сколько вреда вы причинили революция задержками и осложнениями вокруг строительства моста на именно это входило в планы моих нанимателей у нас должен быть среди 2 берега сены станет смезумысливым звеном между двумя совершенно разными группами людей избавьте меня от пропаганды я это так прекрасно знаю слушай что тебе говорят не похоже что вас заботили последствиям ваших действий чего вы от меня ждете самвичевание я жалею о содеянном и мое поведение здесь должно быть достаточным доказательством но мы хотели заткнуть рот мне народом избранному покурору суть всегда была в разделении французов это происходило ранее и происходит сейчас ой что это такое гражданин фидель вы должны вам надо кое-что увидеть толпа там нас штурмуют что ли а это мы приехали куда-то фредерико мой сын за грехи отцов написано на табличке это для них это для этих поблюдок это же мой сын алекси постарайся успокоиться рожданин фидель мы слышали о вашем горе мы можем что-нибудь все вы замолчите паш за что ты убил моего сына ваша честь я никого не убивал почему ты это сделал паш в чем теперь меня обвиняют в убийстве моего ребенка но в этот момент я был в камере и мы у нас был договор чтобы не перешел вам дорогу клянусь строите из себя невинную овечку даже когда убит ребенок кто убил моего сына паш я не представляю это мог совершить я не кто стоит за этим говори сейчас же иначе отправимся на эшафот видите судья угрожает не гильотиной в личных интересах это фарса несут умолкни где-то убийца так у нас новые доказательства у нас мы не у нас кончились вопросы мы видимо так настолько в ярости до кончились вопрос настолько в ярости что напишем вот это потому что это зря что он его не не сдаст это не точно конечно вопросы кончились но мы его не отпустим мне кажется но мы типа к этому шли понятно дело что мы стали все более и более предвзяты чем дальше тем страшнее блин у нас сына убили я это настолько неожиданно причем младшего того хорошего еще и лезут к нам с каким-то дурацким вердиктами ладно понимаете ли мэра казни манином какие-то мелкие дела ладно успокоились выдохнули молодой зажиточный купец въехал на своей карете витрину магазина несколько посетителей были ранены осколками разбитого стекла нарушитель не пытался сбежать он был настолько пьян что потерял сознание сразу после происшествия сложно дюре-де-буасселло лево три молодых аристократа напились домом промрачения в этом состоянии не разрыли свежую могилу обезглавленного преступника посадили в повозку колесили по всему парижу с криками смотрите он без ума от революция не ну это скорее не могилы ребятки в риск смерти ай рене желопен государственный чиновник потребовался торговца мукой взятку за хорошее место на рынке когда дочь торговца пришла с деньгами желопен заперёв кабинете и насильно овладел ею мы сегодня злые молодой зажиточный купец въехал на своей карете витрину магазина ну мне кажется что известно я просто не хочу рисковать мне кажется просто если мы вот сюда перейдем риск смерти я совершенно не хочу игра так быстро закончат поэтому его наверное мы ну он просто действительно не сильно страшно совершил были ранены осколками разбитого стекла но за это все-таки не вешают не убивают гильотиной не отрабатывают голову семья приговариваю вас к смерти вы заплатите за моего сына справедливость восторжествовала смерть ждет всех предателей я выполнил свою часть сделки исполняйте же свою и покажите что вы человек чести и какие кожи мы человек чести что у нас тут иерархии паш приговорен гильотине ну ладно пойдемте дальше как обычно обращаемся к простому люду смотрим легкомысленное отношение наверное мы насмешливая скажем сверхчувствительная манипулятивно обовлеченная напористо о вовлеченная обовлеченная тоже манипулятивная точно простите что ладно скорее костляву заждалась она любит говорить с преступниками об их грехах такие преступники желают возвращения старой жизни они защищают пережитки прошлого власть прошлых правителей чей целью были страдания народа закончилась их быстрой смертью толпа одобряет репутация плюс но это уже привычно я не убийца ну да как обычно торжественный момент кстати лица все-таки меняются тут вот которые смотрят это здорово что ни одну картинку стать где бернар где-то спрятался и плачет я не знаю что я могу почему ты вообще раскрываешь рот это все твоя вина ты играл нашими жизнями я пытался вас спасти мы знаем да неужели а я вот не вижу ничего кроме загубленных жизней уже давно не вижу прости меня мне очень жаль нам надо держаться вместе мы должны вот вы и держитесь вместе а мне нужно позаботиться о нашем теперь уже единственном сыне он все еще не понимает зачем кому-то убивать его брата но ему нужно понять какой ужас как можно после такого дня думать о прогулке действительно интересно это обязательно сын умирает или это из-за того что мы что-то сделали не так вроде удачно все шло да все блестящие выполнены интриги ой как у нас тут весело ой весело давайте чтоб совсем было весело сюда рафаэля пошлем так замутережских агентов нет просто будем да просто исследовать будем ладно что у нас тут четыре дня до инспекции но у нас хороший такой темп мне кажется издательство это действие уже выбрана и дом ну видимо провести больше времени с семьей все завершаем денек конечно выдался еще тот и встретимся с вами уже завтра но нет уже следующей серии да все всем спасибо что смотрели и не забывайте ставить лайки писать комментарии пока пока